Главный символ Нового года прибыл в Бугрино. Двухметровую елку доставили в поселок рейсовым вертолетом из Наринмара. Как жители Колгоева готовятся к новогодним праздникам, выяснил наш корреспондент Александр Усачев. Новая елка разместится в танцевальном зале Дома культуры, где полным ходом идет подготовка к новогодним мероприятиям. Здесь уже наглажены костюмы сказочных героев, украшается зал, проверяются гирлянды, готовятся елочные украшения, идут репетиции утренников и вечеров отдыха. У нас где-то 26 числа будет проходить новогодний утренник школьный, и 31 декабря будет новогоднее театрализованное представление для взрослых. Будет проходить новогодняя лотерея, это у нас традиционное мероприятие для всего населения, радость выиграть какой-то приз. В детском саду малыши учатся водить хороводы, рассказывать стихи Деду Морозу и загадывать загадки Снегурочки. И по традиции сами готовят новогодние украшения для елочки, но пока вместе с родителями. Меня попросили в садике сделать для сына, вместе с сыном, изделие, которое будет вешаться на новогоднюю елочку. Новогодняя игрушка сделана из нехитрого материала, основой которой стал компакт-диск и жестяной флакон. А вот овечка и цифры 2015 вырезаны из кости моржа, найденной на берегу моря. Такая ценная игрушка украсит любую елку. Сюрпризов в новогодние каникулы ждут и школьники. Разумеется, не только ждут, но и сами для себя стараются. В группах продленного дня идет кропотливая работа. Елочные гирлянды, разноцветные фонарики украсят школьные классы. А еще ученики мечтают о будущем и уже загадывают желания. Мы с вами сейчас немножко помечтаем. Скажите мне, пожалуйста, что бы вам хотелось, чтобы в Бугрино у вас было здесь? Бугрино. Готовок. Потом и скейтерка. А, здесь все было тепло. Да. Жарко. Не были большие сгубы. Как в Анапе. Как известно, под Новый год желания исполняются. Нужно только очень захотеть. Александр Усачев, телеканал «Север», остров Колгуев. Продолжение следует.